Силу, веру, радость, имя Господне что? Дает. Аминь. Какое хорошее утверждение перед началом богослужения. Слава Господу! Да, вот именно хочу, чтобы с такой ноты мы начали размещать над Словом Божиим о том, что мы находим в нашем Господе все необходимое для нашей жизни, для нашего благочестия, для нашей победы в этом мире во имя Иисуса Христа. Потому что, как говорит апостол Павел по Санне Криминам, 8 глава, нет ныне что? Никакого осуждения, поверьте. Есть те личности, которые заинтересованы в том, чтобы подавить меня, чтобы подавить тебя, и каждого, тот, кто уже живет в свободе Иисуса Христа. Да? Кто это? Наша немощная совесть. А кто еще есть, кто нам вот шепчет иногда? Клеветник, дьявол. Да? Ну, написано что? Книга Откровений, 12 глава. Они что сделали? Победили Его. И чем и кем они победили Его? Кровью Агнца, Сына Божьего Иисуса Христа. Поэтому нет ныне, ныне, что означает? В настоящее время. Это истинно действует в настоящее время. Как говорят популярностью слова в связи с карантином, онлайн. Да? Многие смотрят онлайн. Пусть Бог благословит. Поэтому нет ныне никакого осуждения тем, которые в ком? Сами в себе? Нет. Они в ком? Во Христе. И мы во Христе. Мы в Нем. Улыбнитесь. Аллилуйя. Слава Господу. Мы возвещаем победу Господа нашего Иисуса Христа. Да, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе, что сделал? Освободил меня от закона греха и смерти. От того, что держало меня, что порабощало меня. И каждого из нас, да? Но сегодня мы стоим в победе Иисуса Христа. Знаете, как хорошо, когда тебе нету осуждения. Вот оно, счастье. Человек может иметь миллионы, миллиарды от осуждения в совести, да? Он носит вот это бремя, эту тяжесть за свои грехи, за свои преступления. Но мы стоим в победе Иисуса Христа. Мы стоим на прочном фундаменте Божьего Слова. И как говорит псалмопевец, не поколеблись во век. Почему? Потому что основание нашей жизни – Он наш, драгоценный Иисус. Это мы исповедуем, это мы провозглашаем. Это слышит духовный мир. И смотрите, что говорит Павел дальше в восьмой главе. Что же сказать на это? Вот 31 стиль, да? «Если Бог за нас, кто против нас?» Вы понимаете? Брат и сестра, Бог за тебя. Он за меня. Сильный ротоборец, сказано в Ветхом Завете. Он поборает. Сильнее его нету. И если Бог на твоей стороне и Бог на моей стороне, кто против нас, если Бог за нас? Давайте вместе скажем «Бог за нас». Бог за нас. Он на нашей стороне. Знаете, очень важно, когда мы своими устами делаем это исповедание. Про возглашение веры. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. За всех нас. За меня, первого грешника. Мне очень нравится эта фраза Павла, когда он говорит «Я первый из всех грешников». Да? Предал за всех нас. Как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он, я десную Бога, он и ходатайствует за нас. Обвинения, осуждения нет ныне. Никакого осуждения. Ты Божий. Ты Христов. И это привилегия, и это радость. Я думаю, что это вот такое предисловие к тому размышлению, которое мы сегодня будем иметь, когда Иоанн пишет первое послание Иоанна, вторая глава. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Не грешите. Как ласково он обращается к братьям и сестрам. Дети мои, там еще в одном переводе, в оригинале, малые. Старец, сведовласый, которому уже под сто лет, его называют апостол любви. Дети мои, деточки мои, на кринске мой, дитоньки. Дитоньки. Не звучит нота осуждения. Это любовь. Это же опыт, потому что когда-то он хотел низвести огонь. Помните, да, ситуацию? Ну, не приняли самарянское сиренево. Боже, мы сейчас тут разберемся. Ну, ты только скажи слово, сейчас вот огонь упадет на них и пожрет их, как Илья сделал, и камни не осталось. Один взмах руки. Нет, нет, вы не понимаете. Я, сын человеческий, пришел для того, чтобы губить души. Ну, что, спасать. Моя миссия – спасать. Поэтому, дитоньки, деточки мои, я вам пишу это послание. Я хочу вас ободрить. Да, это ненормально, когда ты допускаешь грех в своей жизни. Это невозможно. Мы должны быть радикальными по отношению ко греху и противостоять ему, ненавидеть грех. Но все же случается такое, что апостол Яков говорит ко мне, братья, вот несколько человек после проповеди на первом слушании подошли. Виктор говорит, а помнишь, что там сказано? Все мы сколько согрешаем? О, много. А в чем? Ох, этот язык. Да? Согрешаем. И поэтому, знаете, у меня такой принцип, я стараюсь его придерживаться. Может быть, не всегда получается. Я говорю, в моем доме говорят только о тех, которые присутствуют в моем доме. Или когда я в гостях, мы говорим только о тех, о которых присутствуют на этом месте. Как иногда у нас появляется искушение что-то сказать. А потом приходишь, смотришь в глаза брату, ну, как-то глаза прямо не смотрят. Но если слукавец лицемерит, можно смело, уверенно смотреть, стоять. А вот чтобы быть уверенным и свободным, вот поистине надо не говорить лишнего. Согрешаем мы. Я это вам пишу, вот, деточки, дорогие, любимые, чтобы вы не согрешали. Но всегда, то есть, я извиняюсь, но все-таки мы иногда согрешаем. Но есть выход. Когда ты идешь по прямой линии, ты праведник. Путь праведника прям. Но когда ты не пободрствовал и где-то свернул немного с пути, и тебя совесть начинает осуждать. Хотя не всегда это случается. Давид какое-то время согрешил и чувствует свободу. Убийство совершил, прелюбодьяния совершил, лукавое совершил в очах Божьих. И спокойно себе загорает. Война идет, а он загорает. Надо его потрясти. Приходит пророк Нафан и говорит, давайте я расскажу историю. У одного человека, бедного, была одна овца. Ну, вы помните эту историю, да? И когда пророк Нафан говорит, как поступить с этим человеком? Смерть подписал себе приговор. Царь, ты тот человек. Такое с нами происходит иногда. И поэтому апостол Иоанн показывает выход. Вот ты шел прямо, ты шел уверенно. Но вдруг ты где-то свернул, ты даже не заметил. Ты споткнулся. Не унывай. Не опускай руки. Не отчаивайся. Помните, кто читал книгу Джона Буньяна о путешествии Пилигрима в небесную страну? Он попал в топ уныния. Вы попадали в топ уныния? Я попадал. Как с Него выбраться? Когда вроде бы надежды нет. Надежда наша Иисус Христос. Вот это я пишу вам, деточки. Я вам пишу, чтобы вы не согрешали. Но если ты вдруг споткнулся, если ты вдруг упал, у тебя есть защитник. Я вам скажу так, защитник, который не проиграл ни одного дела. Все, кто к нему приходили и даже кого привели, женщину взятую при любояне, помните, да? Они довольны. Вот мы сейчас поймаем Иисуса. Сейчас мы с ним разберемся. Через закон. Он с ними поговорил. Никого не осталось на том месте, только Иисус и эта женщина. Он говорит, женщина, где твои обвинители? Нет. Говорит, и я тебя не обвиняю. Иди, больше не греши. Я прощаю тебя другими словами. Этот адвокат, этот защитник не проиграл ни одного дела. Вот с кем мы имеем дело. Это мой защитник. Это твой защитник, который всегда на твоей стороне. Иногда мы думаем, ну вот как он, почему он так вот упал, низко упал? Сможет ли он подняться? Поднимется. Потому что это милость Божия, потому что Бог не смотрит так, как мы смотрим иногда. Не подписывайте приговор никому. Кто сильно упал, кто очень сильно упал, самому опущенному, самому низкому, кто скатился, то предело. Он живой. Она живая, еще есть шанс. Бог любит. Он всегда дает выход. Что делает дьявол? Вор приходит для чего? Украсть. Убить. И что? И погубить. Это его цель. Он добивает тот, кто упал. Это его миссия дьявольская. Я извиняюсь. Это ужасная миссия. И у него только одна цель. Но я пришел, говорит Христос, для чего? Для того, чтобы имели жизнь и имели особенную жизнь. Какую жизнь? Жизнь с избытком. Это твоя жизнь. Христос замечательно поют. Почему? Они имеют отношение с Ним. Мы имеем отношение с нашим ходатаем Нового Завета. Он Иисус Христос, праведник. И Он наш защитник. Он никогда не проигрывает. Мы проигрываем. А Он совершенный. Он праведник. И Он получил вот этот статус от Отца. Он стоит пред Отцом. Иисус Христос, праведник. И что Он делает? Заступается. Вот если бы мы увидели вот духовный мир, мы увидели, что есть трон Бога Отца. Иисус сидит рядом с Ним по правую руку. И что Он делает? Он ходатайствует за нас. Мы имеем ходатая внутри нас, Духа Святого. И Он что делает? Помогает нам. Утешает нас. Но также у нас еще ходатай на небесах. Он сидит одесную рядом с Своим Отцом. И Он заступается за нас. Вот какую миссию Он совершает. Чтобы поддержать нас. Дать нам силу. Дать нам надежду. Это Его природа. Если бы кто согрешил. Мы стараемся. Мы не хотим иметь ничего с грехом. Мы занимаем радикальную позицию по отношению к греху. Мы ненавидим грех. Но все же, если мы где-то пропустили, не пободрствовали. Потому что мы слышали прошлое воскресенье о том, что наша позиция по отношению к греху не должно быть компромисса. Мы должны прилагать все старание в нашей вере. Если бы кто согрешил. Мы имеем ходатай пред Отцом. Есть Отец. Вы знаете, Отец, Христос говорит, да Отец сам вас любит. Отец любит тебя. Он сына своего единородного. Братья и сестры, апостол Павел говорит, уразуметь превосходящее разумение любовь к Христу. Это превосходит наше разумение. Сына своего единородного отдал ради нас. Отец что? Любит вас. Сам любит вас, Отец. Знаете, что у вас есть защитник. У вас есть Отец, который любит вас. И помните, когда по воскресенье Христос явился ученикам и Марии, что он сказал? Восхожу к Отцу моему. И что? К Отцу вашему. Брат, сестра, это твой Отец, который восседает на престоле славы и величия, святой и праведной, присутствие которого склоняют ангелы свои лица, закрывает крыльями. Он твой Отец. Восхожу к Богу моему. И что? Богу вашему. Он наш Бог. Сам Отец любит вас. И вот перед этим Отцом, который любит нас, но который святой и праведный, который ненавидит грех, и грех не может войти в его присутствие, знаете, вот когда Моисей сказал, Боже, я хочу увидеть славу Твою, Моисей, но одна проблема, ты можешь увидеть славу, но ты уже не оставишься живой. Помните, да? Вот что я сделаю. Стань в расселье. Расселье скалы. И когда я буду проходить, я прикрою тебя. Помните? Говорит, ты увидишь меня сзади. Не может человек остаться в живых, если он увидит меня. Вы скажете, а почему? Потому что я еще нахожусь в теле, с которым борюсь. Да? Потому что еще тело не прославлено. У нас еще происходит борьба. Вот такой пример, знаете, вот когда мы жили недалеко от атомной станции, 25 километров, это город Южноукраинск, там, сколько, не помню, три блока, кажется, атомных стоят, да, реактора. И вот когда у нас родственник работает на атомной станции, он сейчас пастырь церкви города Южноукраинска, и чтобы зайти и совершать ремонтные работы на атомной станции, люди одевают специальный скафандр. Почему? Иначе радиация, она невидимая, но она действует, да? Она погубит их. Они заболеют и скоро умрут. Космонавты, которые летят в космос, они выходят в открытый космос, для этого у них есть специальное снаряжение, есть скафандр. Иначе они погибнут, да? Вот так и мы. Мы не можем войти в присутствие Божие, пока мы не одеты во Христа. А Писание говорит, вы в Нем, и Он в ком? В вас. Мы в Нем, и Он в нас. Слава Господу! Так вот, мы можем войти в присутствие Божие, когда мы одеты во Христа. Почему? Потому что Он за преступников садел ассоходатаем, и Бог вменяет свою праведность, праведность Иисуса Христа, Он меняет ее мне. И вот когда я одет в праведность Иисуса Христа, я смело, что, вхожу в присутствие Божие, потому что я одет в Него, и Он во мне. Это вот славная истина, славная истина, да, что Христос в вас, упование славы, Он в нас. Отец любит вас. Мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Он есть умилостивление. Что означает слово умилостивление? Оно означает умиротворение, удовлетворение и примирение. Жертвенная смерть Иисуса на кресте удовлетворила Божие требования святости и наказания за грех. Наш грех был наказан в нем. Я помню, когда я беседовал, знаете, вот почему наше отношение ко греху должно быть таким радикальным. Я беседовал с одним братом, который систематически срывался, выпивал. Говорю, вот в следующий раз, когда ты захочешь согрешить, я говорю, вот представь себе в своем разуме, в своем сердце вот эту картину, Христос умер за этот грех. Он стал жертвой за наши беззакония. Иоанн говорит, что Иисус снял вину за прошлый грех и сквернул нынешнего греха. И за этим скрывается великая истина, что через Иисуса Христа было восстановлено общение, и, во-вторых, это общение поддерживается человека с Богом. Он есть умилостивление за наши грехи. Но Он есть также умилостивление за грехи всего мира. Универсализм учит о том, что в итоге все будут спасены, что Бог настолько добр, милостив, что Он просто посмотрит сквозь глаза на грехи людей, скажет, мы немножко пошалили здесь, да, но я вам прощаю. Нет. Да, Христос умер, Он есть умилостивление за грехи наши и за грехи всего мира, но жертва Христа работает только для тех, которые принимают Иисуса Христа в свое сердце и каются в своих грехах, исповедуются перед Ним. Но большинство людей этого мира будут осуждены на вечное страдание в аду, расплачиваясь за свои греха, потому что они не приняли того, что Христос сделал для них. Это трагедия. Если бы люди увидели, куда они идут, и как они катятся в бездну, когда они переходят, вот этот порог смерти, и переступают через эту реку. Друзья, если бы они увидели, они бы остановились, и они бы вопияли к Богу и просили бы пощады. Божие, будь милостив ко мне. Но люди слепые. Дьявол, Бог века сего, что сделал? Ослепил умы людей, чтобы для них не высиял свет спасения о славе Христа. Жертвы Христа достаточно покрыть все твои грехи. Брат, сестра, слушатель Слова Божия, который смотришь нас онлайн, или потом будешь смотреть трансляцию этого служения, жертвы Христа достаточно, чтобы покрыть любой грех твоей жизни. Взрослый ты человек, среднего возраста, юноша, ребенок. Я помню, как одна девочка вышла, шесть или семь лет. О, Боже, прости меня, великую грешницу. Все собрание плакало. Я подхожу к ней и спрашиваю, деточка, а что, что ты говоришь, что такая великая грешница? А я мамочку не слушала. К ней пришло сознание греховности. Она поняла, что она грешная перед Богом. Я серьезно отношусь, когда дети кавятся, потому что они обновляют свое покаяние, будучи подростками, потом, когда им уже восемнадцать, и они в церкви. Слава Господу! Поэтому жертвы Христа достаточно, чтобы покрыть любое наше беззаконие, любое наше преступление против Его святости и праведности. Он святой и праведный умирал за нас, чтобы дать нам надежду и дать нам победу в нашей жизни. Слышишь, Бог дает тебе надежду. Бог твой защитник, Бог на твоей стороне, что бы ни было не происходило твоим разумом, и какая бы клевета дьявола не атаковала тебя, Бог на твоей стороне, доколе ты жив, Он будет работать над тобой и совершать свой труд божественный. Помогайте друг другу. Все мы много согрешаем. Помогайте друг другу. Не судите. Прощайте. Поддерживайте. Те, которые слабые, те, которые нуждаются в вашей помощи, протяните им руку помощи. Не оттолкните их. Не станьте в позицию старшего брата, самоправедного фарисея. Ты слишком грешен для меня, а я свят. Протяните руку вашу. Потому что суд без милости, не оказавшему милости, если ты не проявляешь милости, тебе суд будет без милости. Поэтому, блаженны и милостивы, ибо они помилованы будут. Какой чудесный Господь! Какой Он добрый, человеколюбивый, милостивый. И такому Богу мы служим. В свободе, в победе, в вере, во Христа Иисуса мы стоим. Иногда спотыкаемся. И у нас есть выход, у нас есть возврат, мы идем путем праведника, но где-то забыли, где-то расслабились, чуть свернули. О, Боже, я не на том пути. Я исповедуюсь, я каюсь, я верую, что ты умер за меня, и твоя жертва очищает меня от всякого греха. Иисус, я следую за тобой. Ты есть умилостивление за мои грехи. И твоей жертвы достаточно, чтобы простить меня и омыть. И дальше Иоанн переходит к серьезной теме. Друзья, он говорит, давайте тест пройдем. Что мы познали его, знаете, но тест нужно пройти правильно. потому что можно упасть в самоосуждение. Так легко, так легко переступить вот эту грань, когда ты уже в топе уныния и не знаешь, что тебе делать. Почему Павел говорит, вникай в себя и во что? И в учение. Вот баланс должен быть. Братья и сестры, иногда мы стараемся помочь людям, которые в себя смотрят. Проповеди об этом слушают. Исследования Библии вот в себя, в себя вникают. И в Писание, в Писание нужно вникать. Потому что, если ты только в себя вникаешь, ты будешь петь песню «Ой, я грешник бедный, правда я таков». Потому что, ты не видишь другой стороны. А исправедник, который стал твоим заместителем, с которым ты слился, ты стал одно с ним. Понимаете? Вот теперь мы можем говорить дальше, рассуждать. А что мы познали Его? Удивительная истина. Брат, кто там на своей братской комнате? А, Павел. Павел говорил о том, что означает знать Бога. Вот познание Бога. К сожалению, но многие люди знают о Боге, но они не знают Бога. Так вот, он говорит, что у людей, у людей, у которых взаимоотношение с Богом, Он знает их, и они знают Его. Да, смотрите, что мы познали Его, как мы можем узнать, что мы Его действительно узнали? Узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Я себе стрелочку поставил в Библии. Познание Бога равно соблюдение Его заповедей. Если я знаю Бога, значит, я соблюдаю Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот что? Лжец. И нет в нем истины. Апостол любви, сведовластый старец, который хочет помочь детям, он радикален по отношению ко греху. И он говорит, вот вкрались люди, вкрались эти, как он в 4 главе говорит, лжепророки, дух Антихриста. Вот были такие люди уже тогда, которые превращали благодать Божию в повод к распусту. И говорили, Иисус любит меня. Вот я живу, как я хочу, но Иисус любит меня. Ложь. Апостол Павел говорит, этот человек лжец. Ты говоришь, что ты познал Его, но заповеди Его не соблюдаешь. Лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия, что? Совершилась. Из этого узнаем, что мы в нем. Соблюдение заповедей, и опять стрелочку себе сделал, пребывание в нем. Но мы не можем соблюсти заповедей, если мы что? Не пребываем в нем. Сложно, да? О, Господи, помоги. Да. Поэтому, кто говорит, что пребывает в нем, опять я себе стрелочку поставил, тот должен поступать, так, как он поступал. Говоришь, что пребываешь, поступай, так, как он поступал. Соответственно, на его природе его сущности так вот теперь поступай сообразно той природе, которую ты имеешь во Христе Иисусе. Помните, о чем мы говорили? Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Вникай в Божию благодать. Познавай вот эту истину, которая во Христе Иисусе, и что ты в нем и живи достойно Бога. Да поможет нам Господь в этом, братья и сестры. Пусть Господь благословит каждое сердце. Писание говорит, сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Не нужно ждать. Вот, возможно, в сердце у кого-то есть вот это желание склониться перед Богом. и в свете слышания Слово Божьей, Божьей истины, мы видим себя грешниками. И мы видим, что мы нуждаемся в Божьей благодати. Вот как раз сегодня, говорит Священное Писание апостол Павел, цитирует, сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Вот сегодня пришло спасение твоему сердцу. И тебе нужно сделать вот этот шаг и прийти в присутствие Божие. Он примет тебя. Помните притчу Иисуса Христа о блудном сыне? Там был любящий отец, который все выглядывал и смотрел, когда же возвратится мой сын, который все прогулял, прокутил, он стоит и ждет. Это сердце Бога. Давайте мы увидим Бога вот таким, который ждет нас, который любит нас. И только один шаг. Вот это сокрушенное сердце. Боже, прости меня, грешника. Не стыдитесь признать себя грешником. Не скрывайтесь, как Адам скрывался среди деревьев в Эдемском саду. От Бога не скроешься. Он же все видит. Он готов помочь. Он всегда протягивает руку. Помните, когда Петр хорошо шел, да, вот по воде шел. Иисус повелел ему. Но он засомневался, увидел волны. Господь протягивает ему руку. Так и тебе. Если ты сделаешь этот шаг сегодня, здесь столько пастырей есть, да, вот они готовы, я вам скажу так, они готовы провести столько времени, сколько нужно. Они будут сидеть с вами, они будут вместе с вами молиться. Они будут ходатайствовать, раскрывать вам истину об Иисусе Христе, потому что это счастье, видеть, когда новая душа приходит к Богу. Сегодня день спасения. И это твой день, и не нужно ждать завтра, послезавтра, следующее воскресенье. Сегодня. И ты можешь прийти к Нему, и Он примет тебя. Хотел закончить наше рассуждение исповеданием, пусть это будет исповеданием каждодневным в нашей жизни, на основании того, что мы сегодня читали Слово Божие, такое исповедание, «Я, Дитя Божие, Бог на моей стороне, Сам Бог, Отец, любит меня, я имею ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника, когда я согрешаю, я сразу исповедуюсь перед Богом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает меня от всякого греха. Я познал Бога. Бог знает меня, Он знает своих. Силой Духа Святого, живущего во мне, потому что я храм Святого Духа, я живу достойно Бога. Не своими силами и стараниями, но упованием на Божью благодать, на эту истину, что Он во мне, и я в Нем. И я поступаю в этом мире, как поступал Иисус, благодаря Ему, потому что мы слиты, мы одно, как говорит апостол Павел, что осоединяющийся с Господом, что есть один Дух с Господом, и это о нас. Да благословит Господь нас следование за нашим Господом и Иисусом Христом и поможет, чтобы мы угождали Ему во всем. Но, конечно, исходя из истины, что мы в Нем и Он в нас. И что мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа Праведника, Он наш защитник, и Он всегда на нашей стороне. Я люблю вот эту мысль, которую, повторяю, буду говорить. Бог, дело, которое Он начал в деле моего спасения и вашего спасения, Бог на полпути Его не оставит. Знайте, даже если у вас что-то не получается, продолжайте идти, взывайте к Богу через ходатая, и помните, сам Отец любит вас. У нас еще несколько минут есть для молитвы. Вот, пусть несколько человек поблагодарят Бога за жертву Иисуса Христа, за то, что у нас есть ходатай, за то, что у нас есть защитник. Краткая молитва, буквально 20-30 секунд. Так может помолиться 5-6 человек. Ну, не 5 минут, да, а 20-30 секунд. Помолимся. В истине Твоей, Господи, мы утверждаемся. Мы стоим на твердом фундаменте, на основании, на Твоем Слове. Мы всегда опираемся на Твое Слово. Мы отвергаем ложь дьявола, мы отвергаем его клевету. Словом Твоим мы взяли щит веры, мы взяли меч Духа, мы взяли все это вооружение, Господи, мы одели шлем спасения, и мы утверждаем это Слово, что Ты за нас. Господи, благодарны Тебе за это. Некогда чужие, Боже, мы теперь, друзья, близкими мы стали кровью Христа. Мы стали близкими Тебе, мы свои, Тебе, Господи, свои Богу. Боже, укрепи всех братьев и сестер, особенно, кто проходит какие-то испытания трудности в своей жизни, Боже. Пусть Твоя благодать могущественно действует в них. Господи, пусть это Слово ободрит их, что у нас есть защитник, у нас есть ходатай. И Ты всегда на нашей стороне, Ты заступаешься за нас, Господи. И Ты сказал, что Ты никогда нас не оставишь до скончания века, даже если это мы не видим, даже если это мы не ощущаем, мы опираемся на Твое Слово, потому что Ты верный в Слове Бог. И Ты говоришь, я с Вами, я буду поборать за Вас, я Ваша защита. слава Тебе наш Господь, в смирении с Тим предвеличием Твоим и наши сердца преисполнены благодарностью живому, святому, Триединому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. 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 Субтитры 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 Продолжение следует...